Добрый день. Будьте добры, представьтесь, пожалуйста. Я Селецова Таисия Фёдоровна, родилась 27 октября 1930 года в городе Красное Село. Это был пригород Санкт-Петербурга, но сейчас считается Санкт-Петербург. Я вот там и родилась в Санкт-Петербурге. Во время, когда началась Великой Отечественной войны, мы проживали на фабричном поселке в Красном Селе. Моя мама с папой работали на бумажной фабрике, рабочими. Мама работала старшим урольщиком, она готовила массу для бумаги. А папа в кочегарке, это был мой отчим, даже не папа, потому что отец у меня, когда мне было два года, а мама вышла замуж потом по второму. У меня был брат с 37 года рождения, ему было 4 года, когда началась война. Он родился 22 мая 37 года. Ну вот мы так остались. От нашего отца в армию не взяли, а оставили при бумажном комбинате, в истребительном отряде. Был создан такой истребительный отряд, который должен был взорвать бумажный комбинат, бумажную фабрику при отступлении. Если мало ли, что немцы будут наступать, значит они должны были отступать. Немцы к нам пришли, по-моему, 8 сентября. А вот до этого у вас было ощущение войны? Ну как же, бомбили и вокзал, мы очень близко около вокзала, же эта бумажная фабрика расположена. Бомбили, там бомбили и бомбили, вокзал бомбили, и раненок было много. Но для того, чтобы нам было как бы более комфортно, и чтобы нас не задели эти все пули, мы выехали из поселка, мы переехали в подвал дома на проспекте Ленина. У нас проспект Ленина есть в разном селе. Там был такой дом, назывался Тюрина, дом Тюрина, бывшего. То ли он был купец, то ли торговец какой-то, он трехэтажный. И были очень хорошие подвалы. И там прятались вот эти, вот мы там прятались, как бы от всех этих бомб. У бабушки, бабушка у меня жила на улице Кингисепская, сейчас она называется, колхозная тогда она была. У нее были окопы, окоп был вырод. Но мы в окоп не пошли, а пошли вот в этот подвал. И там я, мама и брат были в этом подвале сидели, до прихода немцев. Отец к нам приходил периодически и говорил, что не беспокойтесь, будем отступать, мы вас заберем с собой. Но они так внезапно пришли, немцы, что они, по-моему, с Гатчина шли, а с той стороны и не шли. И они даже сами не успели как следует собраться. Ну, как-то они там сорвали что-то на фабрике, видимо. Ну, во всяком случае, не полностью ее уничтожили. И во время их отступления в Лигово его ранило, его и еще двоих товарищей. Они были ранены. И остались они в блокаду, в Ленинграде были. Он был даже комиссован, его не брали в армию. А он устроился работать в зоопарк, кормить животных. Вот благодаря этому он там жил. И через год буквально, вот это было 11 сентября, их ранило. А через год, когда у нас здесь, мы здесь жили, когда немцы пришли, у нас же есть было нечего. Мы были голодные. И когда узнали, что наш отец как партизан, нас выселяют в январе месяце. Нас выселили, а морозы же страшные были тогда, 40-градусные. Выселили. Куда хотите, идите. Мама пошла, туда к бабушке хотела пойти поближе. Ну, пошла там, нашла дом один, где была свободная площадь. Люди были, уехали в Санкт-Петербург. Ну, это в Ленинград они тогда уехали. А там было, четырехквартирный дом был, и вот там одна эта квартира была свободная. Мама заняла эту квартиру, нас туда перевезли. А есть-то нечего. Мы ходили, побирались. А кто там подаст, когда ни у кого не было ничего, еды никакой. Нам же немцы ничего не давали. Никакие ни пайки, ничего. Так мама что делала? Она, значит, это самое. Вот неделю она ездит, собирает дрова, а на следующей неделе она едет менять вещи. Ездила она в Волосовский район, такой поселок Калетино. Туда ездила менять она вещи. Она вот пешком, это все ходили люди пешком. А мы оставались одни с братом. У нас даже замерзала вода в квартире, пока ее нет. Даже утром встаем, у нас ведро с водой замерзшее. Была очень маленькая квартира. Ну, и отапливать-то чем было? Вот что она там насобирает где-то, какие-то разрушенные дома были. Она насобирает там дров, привезет, натопим тепло. Ну, а еле что? Мы даже еле ходили на помойки. А как раз мы жили, она там нам сняла дом, против госпиталя. Там военный госпиталь был когда-то. Там церковь стояла деревянная. И она сейчас, она сейчас действующая у нас в Красном селе. А этот дом стоял против этой церкви. И там был немецкий, там был наш госпиталь вначале, а потом немецкий госпиталь. Это же Красное село же военный такой городок. Там очень же много военных было всегда. Там все лагеря были, там все академии были. Ну, какие академии там были? Академия тыловый транспорт, Академия связи, военно-медицинская академия. Ну, еще там какие-то, я же сейчас не знаю, какие там училища туда выезжали всегда. И там вот этот, а это здесь был госпиталь военный. И в этом военном госпитале стояла немецкая воинская часть. И мы туда иногда ходили, можно было туда пройти, ходили, просили, чтобы мы поесть нам отдали. И однажды, значит, мы пришли с братом, такие с котелочками, что-нибудь, чтобы они нам дали. И что вы думаете, они нам дали, они нам дали кофейные гущи. А кофейные гущи, там же не натуральный был кофе, там какой им там кофе давали, я же не знаю. Например, кофейные гущи дали, мама приходит, а мы стоим с братом и едим эту кофейную гущу ложками. Она, что вы едите? А, знаешь, какая вкусная кофейная гуща, мы ей говорим, сладкая. Она, видимо, там с сахарином, да с чем-то там была, я не знаю. Вот так вот мы и жили. Так мы жили до марта 42-го года. В общем, где по помойкам ходили, собирали то очистки, то что-то. А в парке у нас там убили лошадей немецких, по-моему, ну как бы, во время войны их убили и закопали там. И мы однажды подходим туда, к этой яме, так пахнет, там говорю, мама, давай кусочек мяса-то возьмем отсюда. Она, ты что, говорит, ты какая вонь-то здесь. А мы готовы даже это мясо были готовы есть, потому что нечего было есть. Вот то, что она наменяет, привезет нам картошки. Так картошка уже, это навес золота была, хлеба мы вообще не видели. И вот в марте 42-го года нас вызывают и предлагают нам... В марте 42-го года нас выселяют в Скурскую область, выводят под эшелоном. А эшелон этот, телячьи вагоны, ну такие грузовые вагоны, нас в эти вагоны погрузили и повезли нас. Привезли нас, ну я даже не знаю, как она была, или Великолубская, или Псковская, ну в общем, бывшая Калининская. В Идрицкий район привезли нас, уже из района начали развозить по деревням. И маму с нами поселили у старосты. Он уже старостой там был, этот товарищ. Как бы у немцев на службе был старост, но он сам жил с женой. В Идрицы, а в деревне Ильичино, деревня называлась, там, по-моему, Гвардейский район, да, деревня Ильичино. В этой деревне жили его родственники. Вот нас к этим родственникам поселили. Там был дедушка с бабушкой и дети этого старосты. И мама ходила у них, и мама у них работала. Они нас за это кормили. И когда мы к ним приехали туда, вот в этот, в Ильичино, в эту деревню, ну, конечно, люди там набежали, пришли к нам посмотреть на нас, какие мы приехали, голодные все. И принесли нам хлеба, картошки, молока. И нас, мама, посадили за стол. Я говорю, мама, даже хлеб с картошкой можно есть, ты посмотри, как здорово-то здесь. Удивлялись даже этому, что нас накормили там. Ну, вот так мы жили там до 43-го года, до осени. А когда вот тут началось это все, нас вывезли тогда в Латвию. Опять-таки на таких вагонах, посадили в вагоны и вывезли в Латвию. Поселили нас где-то на хуторе у какого-то хозяина. Но мама там не смогла работать, и ее пригласили, я сейчас не помню это место, как называлось, но она там работать стала у другого хозяина, уже в городе. А меня взяла к себе одна женщина, и я у нее занимала, помогала ей вязать. Она вязала вещи, и я ей помогала вязать эти вещи. Ну, вот так вот мы кормились. А потом, в 44-м году, когда вообще стали уже отступать немцы, опять нас посадили в эшелоны и увезли в Германию. И в Германию нас увезли. Вот адрес был такой. Крайс-Ротенбург, Крингельсдорф. Крайс-Ротенбург, деревня, не записано там, в общем, вывезли нас в Германию. И из Германии нас тоже стали развозить по хозяевам. Мы не были в этом, в лагере. Нас развозили по хозяевам. Ну, так как у нас двое детей, маму, значит, взяла к себе одна хозяйка, а говорит соседке своей, возьми, пожалуйста, девочку себе. Мне уже было 13 лет. Возьми девочку себе, она тебе будет коров пасти. Она была одинокая, эта женщина. И она меня взяла к себе. Правда, мы в одной деревне жили, но я от мамы была отдельно. Я пасла коров у нее. Она меня за это кормила. А мама работала у хозяина. Там было 12 коров у него. И еще была у него одна женщина из немок. Тоже работала как бы работница. И вот у нас так вот, так вот мы и жили. Потом, когда началось наступление уже в 45-м году, наши когда стали продвигаться, то они очень боялись русских, что придут к ним русские и будут издеваться над ними. Они вырыли себе в лесу. У них же там частная собственность. Там у них леса свои. Вырыли там окоп. И туда снесли много продуктов. Сами они уехали, а нас оставили вот в этом окопе. И мы там жили, наверное, неделю в этом окопе. Ничего не слышали, ничего не знали. И освобождала нас польская армия. Мы выходили в лес так. Мама как-то вышла и говорит, какие-то солдаты ходят там. Мама, ты уж не вылезай никуда, сиди тут дома. Она такая смелая была у нас. А что нам сделают? Мы же тут еще женщина одна была с девочкой. И нас вот трое. Пять человек нас в этом окопе сидели. И они увидели нас. Пришли к нам сюда. Правда, они нам ничего плохого не сделали. Просто вывели из окопа. И нам показали дорогу, как нам идти в один город. Назывался этот город Вайсвасар. Но там никого тоже немцев уже не было. Все люди разъехались. Они все боялись русских очень. Боялись. А нас вот поляки освобождали, не русские. И мы поселились там в одном доме. Несколько дней пожили там. И нас вывезли в какой-то лагерь. А в какой лагерь потом вывезли, я не знаю. И тут же сразу нас через пару дней погрузили в вагоны и отправили опять на родину. И мы уже 1 июля 1945 года уже мы имели прописку в Красном селе. Приехали в Красное село мы. А как вы встретили день победы 9 мая? Что делали? Ой, все мы делали. Когда услышали какие-то там выстрелы, как раз вот в этом городе, мы встретили в Вайсвасаре. Ой, столько радости было. Столько все так радовались. Ну, тут же и воинские части, все было вместе. Очень, очень, очень радостно было. И, конечно, всем хотелось только домой уехать. Больше ничего не хотелось нам. Только домой. Вот нас привезли в Красное село. А у меня до войны было 3 класса закончено только. Я пошла в 4 класс учиться. Оказалось, очень симпатичная учительница у нас женщина, пожилая уже. Она маме говорит, что давайте я девочку подготовлю за 5 класс по математике и русскому. Она экстерном сдаст осенью и пойдет в 6. Так мы и сделали. Я сдала экстерном за 5 класс, получилось. И пошла в 6. И закончила школу я в 48-м году. Закончила я школу и пошла работать. А работать мне мама устроила на бумажную фабрику, бухгалтерию. Я больше нигде не училась, только у меня среднее образование и все. Ну, я, правда, курсы кончала. И закончила я свою работу на должности главного бухгалтера проектного института Гипробум. Это было в 85-м году. А так я работала все время в бухгалтерии. Вот все, что я могу сказать. А вот скажите, пожалуйста, как вы относились к врагу? Каким вы его видели, воспринимали? Вы знаете, очень было тяжело и больно, когда мы вот жили вот в этой деревне Ивлевичино. Утром немцы, ночью приходят партизаны. Партизаны, конечно, вели себя, надо прямо сказать, недостойно. Они отбирали все. Что есть. И одежду отбирали, все. И уходили. А вы знаете, даже был такой случай однажды. Так, наша деревня, там уже очень большие леса в этой Калининской области. Очень хорошие леса. Одна деревня, так, три километра от нас стояла, Кохнова называлась. Туда поехали утром немцы. Они стояли уже в нашей деревне в этом величине и поехали туда. И вдруг, значит, возвращаются такие взбудораженные все. Их там обстреляли партизаны. И убили, по-моему, пару немцев. Они, недолго думая, собрали весь народ этой деревни Кохнова в один дом. Там дети, старики. И подожгли этот дом. И заживо сгорели. Говорят, что в Белоруссии там было такие дела. И здесь тоже самое было. Так что всего было. Всего пережили. И там, значит, сожгли вот этот дом с людьми. Живыми сожгли людей. Немцы. Из-за того, что партизаны там на них напали. А рассчитывалось все на селение. Ну, очень были нехорошие полицейские приезжали. Вот тут вам говорили, что полиция, полиция. И полицейские, и истребительные отряды там всякие были, немецкие. Ну, как-то нам с этими мало приходилось. Вот эти так мимоходом проходили. Там даже такой был случай один, что вот эти власовцы, власовцы очень плохо относились к населению, вот, к оккупированному. И в один дом они пришли, а там, значит, жила семья. Муж и двое сыновей у них на фронте были. И эти власовцы начали избивать эту женщину. И говорят, что где твои, ты предательница. И они предатели, что они, значит, воюют на стороне Совета. Совета. А вы знаете, я вот не могу даже этого не сказать. А немец подошел к ним и сказал, не смейте бить матку. Матка не виновата. Даже немцы порой заступались за русских. Вот были такие вот моменты, что они как бы отбили эту женщину от этих вот несчастных власовцев. Так что вот такие вот подробности я могу сказать. Брат, конечно, мой больше знает, хотя ему было и 4 года, но его звали немецким шпионом. Русским шпионом. Думаю, он не разговаривал, он мне сам все понимал. Он маме все переводил. Он там, они же жили у хозяина, а у них тоже было двое детей. Эти двое детей, один был старше его на год, с 36-го года, а девочка моложе была года на два. И дрались они с этим мальчишкой. И вот опять не могу сказать, чтобы мне все время немцы зверствовали над нами. Брат мой, ну, сейчас он живой, он очень такой спортивный человек, он все время спортом занимался, еще в то время, хотя ему было 4, уже 5 лет. И он подрался с этим с немцем. Он снял с себя туфлю и ему по глазу ударил немцу. У того глаз распух, конечно, жаловаться, мама его наказала. А немка ей сказала, Варя, они же дети, они помирятся, не надо наказывать Колю, не надо. Ну вот, ну что я могу плохого еще сказать? Или что? Было всякое, конечно. Но во всяком случае, вот так вот мы жили. И до прихода вот этих русских, да, когда поляги нас освободили и вывезли опять сюда, на родину. А я не знаю, вот я посылала по этому адресу письмо им туда, в Германию, но никакого ответа не было. Я думаю, что эта территория, наверное, вот когда они разделяли все это, не пришла ли она к чехам, эта территория? Потому что это место, где мы были, находилось на границе поляков, раз Польша нас освобождала, поляков и чехов. Вот где-то там, вот в этом месте был этот город. Вот, ясно. Ясно. Смотрите, пожалуйста, вот еще какое-нибудь наиболее ярких эпизодов какие-нибудь. Есть какие-нибудь? Да, каких-то таких особо ярких не было эпизодов у нас. Мама, просто мама наша очень много трудилась, за это вот нас кормили. И все. А что вы знали о союзниках СССР? Что? Что вы знали о союзниках СССР? Ну, о чем мы тогда ничего мы не знали. Но мы знали, что Англия и Америка как бы помогали нам там, присылали. Это уже после войны же все было. А их помощь не ощущалась, да? Нет, их помощь не ощущалась на нас никак. Вы не ждали от них помощи? Нет, нет, нет. Мы от них помощи никакой не видели. Нет, нет. Помощи мы от них не видели. Так что, может, мой рассказ не очень интересный, конечно. Что очень интересно на самом деле было. Ничего тут такого особенного нет. Ну, что я могу сказать? Я вообще не привыкла ни на кого плеветать. Я вообще не... Я не могу. Что было плохое, как-то, может быть, и забылось. Но нас не били, нас не унижали. И вот я мужу даже опять хорошее скажу. Они каждый выходной, немцы, пекли пироги. Пекли пироги. Ну, там, съедят, что оставались там остатки там. Ну, остаются же там на другой день. И мамина хозяйка всегда говорила, оставьте тайзи. Тайза меня звали там. Оставьте тайзи и кусочек. Все, не съедайте, ребята. Понимаете? Ну, что я могу сказать, что... Ведь хорошо же относились. Выходит, что хорошо люди относились к нам. Они нас тоже жалели. Но они же не виноваты, что так вот получил, что эта война началась. Все были. Были. Есть среди и наших плохих много, и среди немцев. И хороших также. Ну, не могу я сказать плохо ничего. Мне, конечно, бы очень хотелось бы как бы вот встретиться с ними. Очень бы хотелось. Конечно, уже хозяина нет у маминого. И хозяйки, наверное, нет. Она была помоложе мамы. Мама моя с 7-го года уже. Так что уже моя мама умерла в 93-м году. Так что ее тоже, наверное, хозяйки нет. А вот дети-то, может быть, дети еще остались. Вот сын и дочка. Один, который с 36-го года и с 39-го года девочка была у них. Потому что они-то, может быть, еще и живы. Ну, а где они? Ничего же ведь не знаешь. Очень бы хотелось их видеть. Я говорю, что я писала им письмо туда, но ничего нет. А вот, скорее всего, какой фильм о войне лучше всего передает атмосферу тех лет? Какой фильм о войне? Да. Ну, я даже сейчас так на память и сразу не вспомнишь. Ну, или какой фильм или книгу вы могли пожелать молодежи? Читать, да. Да, читать, конечно, да. Ну, даже не знаю, что и сказать. Да все надо читать о войне. У нас ведь очень хорошие писатели были. А вот какие у вас пожелания молодежи? О молодежи? Вы знаете, я очень жалею молодежь. У меня внуку 23 года. Он прекрасный парень. Он закончил школу, но он работает простым, ну, рабочим работает он. И вы знаете, я о нем ничего плохого не могу сказать. Он не курит, он не пьет. Он работает рабочим на заводе, бывший завод, сейчас я скажу, какой это завод был, вентиляционного оборудования, это на шоссе революции. А сейчас там очень много всяких мелких предприятий. И он работает в какой-то фирме там. Они делают глушители для машин, чтобы не загазовывали воздух. И он вот там работает. Просто пошел рабочим туда работать и работает там. Ему там очень нравится, к нему хорошо относятся. Ему даже начальник сказал, что я всех уволю, Вова, но ты у меня останешься всегда. Он такой вот, ну, с руками мальчик. Если он машину купил себе, у него машина есть, он ездит на машине, он никогда не позволит себе разговаривать, не остановив машину. Он сюда подъедет к краю, остановит машину и начинает только разговаривать. Так, как его учили. Вот как учили, так он и делает. Ну, что я могу сказать? Вот таких побольше. И у него друзья такие же хорошие. А вот у меня живут внизу подонки. Собираются на лестничной клетке вытаскивают все из почтовых ящиков, рвут, курят и матери не скажи. Она их защищает. Вы только и видите моих. Других вы не видите. Так если никого другого тут нет, кроме ваших, которых они приводят. И каждый вечер так. Если там две девчонки, которым одной уже 19 лет, а другой наверное 17, они ни одного класса не ходили в школу. Она говорит, ой, это у меня больная, она не может идти в школу. А у нее эпилепсия может быть там, припадок. А это очень вольная. Ну, что это такое? Вот почему же наше правительство не обратит на это внимание? И когда я как-то сказала, у нас там есть по надзору за этими, за несовершеннолетними-то. Я говорю, что же вы не придете к нам к Петровым, не поборьтесь. Ой, да что вы, там милиция с ней ничего не может сделать. Она набрасывается на всех. А нам, говорит, там и тем более делать нечего. Вот. Пожелать молодежи нашей все-таки что бы хотели было. Да что бы я хотела, чтобы они не верили этой чепухе всякой, а прислушивались к голосу пожилых людей, которые им советуют всего хорошего, чтобы было пожелание. Чтобы они были нормальными людьми. Чтобы не только деньги были на уме у них, а чтобы болели за государство. Я не знаю, по-моему, наши, уж казалось бы, кому бы, как Медведеву с этим, с Путиным и карты в руки дали. Два юриста. Два великих юриста. Они, наверное, могут все это сделать. Ну и как будем надеяться. Спасибо большое. Скорее, что вы даете свои согласия, чтобы данный видеоролик мы разместили в интернете на сайте 4145.сю? нужно, пожалуйста. Для молодежи, чтобы я вас послушал, чтобы все остальные вас тоже послушали. Так что согласны? Согласна, конечно. Да пусть эта молодежь, им же сейчас работать негде. Нет у нас училищ, нету. Вот плохо, что за все училища. В Красном селе есть одно училище. Так вы знаете, им на практику некуда ходить. Некуда на практику ходить. Раньше же было, как при советской власти, практику можно было проходить. И ребята же не болтались по улицам. если он закончил училище, его обязательно устраивали на работу. Ему давали какую-то работу. И к нему прикрепляли товарища, более солидного наставника. Он пользовался этим. И до армии никуда. Его никуда не выгоняли, никуда не выходил. А сейчас они же после 40 лет человеку не устроятся на работу никуда. Ну разве это дело? Это же не дело. У меня сыну 53 года, вот он полтора года, он не работал. У него торговое образование, но он и не хотел в торговую, он хотел рабочим идти работать, и там не надо. Тут такой даже был случай, эпизод, я вам сейчас расскажу. Устроились они работать на одно предприятие в Красном селе. Это предприятие, вы можете это выключить, не надо? Давайте говорите. Да, конечно.